Они все гарью пахнут. Они до сих пор перестираны, но пахнут гарью. Мы не животные. А я, получается, просто с тремя детьми на улице. Они даже не спросили, где у меня дети, как они у меня. Как ходят они у меня в школу? Не ходят. Они у меня ни разу не поинтересовались с этим вопросами. Ко мне пока я не подошла. Я говорю, я долго буду на улице жить? Сгоревший дом был куплен давно на средства материнского капитала. На последние деньги заработанная на мытье посуды делала там ремонт и заботилась о детях. Огонь забрал практически все. Дом можно отремонтировать, но на это нужны деньги, которых, естественно, нет. Теперь получается, что у семьи целых две квартиры. Правда, в обеих просто невозможно находиться. Там они говорят, печку протапливайте и живите тоже поначалу. Мне так говорили. Потом пожарники пришли и сказали, что здесь нельзя топить. Оно может опять здесь горица, загореться. Это уже будет ваше, то, что вы специально это сделали. Я перестала. У меня все зали там полностью. И две стены. Они просто вот эти вот две стены вот так вот. Они видно улицу. Анастасия Столбикова рассказывает, раньше в этой квартире жили наркоманы, которых выгнали как раз перед ее заселением. Женщина сама сейчас живет без родителей и супруга. И уверена, что хотя бы ее дети должны расти в нормальных условиях. Чтобы мои дети были при мне и квартира нормальная, в которой мы могли. Захотели помылись, захотели поиграли. Захар Письменник, Станислав Салтыков. Новости ТВК.